Всем привет! Я уже писал о том, что закончил раскадровку 10-й сцены, и я хотел бы показать вам, как это выглядит. Так, без спойлеров. Одна из страниц раскадровки. На самом деле здесь 10 страниц, точнее 5 листов с каждой стороны. Я рисую, можете видеть, не в рамках страницы, а просто накидываю кадры, читая сценарий по порядку. Вот, сейчас покажу, сколько кадров входит в одну десятую сцену. Это одна из больших сцен. Вторая страница, третья страница, четвертая страница, пятая страница. В общем, все. Пять страниц. И как она выглядит, я наберу страницы, вот видите. Десятая сцена, первый лист. На лист страницы. И так, вот в эту сцену входит 10 страниц, и здесь порядка 80 кадров. Можете заметить, даже 80, тут 79. То есть я нарисовал конечные кадры, потом возвращаюсь, если что мне не понравилось, или у меня появились какие-то мысли во время работы, то я возвращаюсь и рисую некоторые кадры спустя время. Можете заметить, здесь есть различные кресла. Вот горшок здесь находится, где-то здесь был, вот здесь горшок с цветами. Я пытаюсь накидывать различные элементы окружения по мере работы над раскадровкой, так как я представляю на этом этапе, как будет выглядеть местность, рисуя с разных углов, которые мне кажутся интересными. И появляются различные элементы, типа кресла, там еще какие-то элементы, например, там динамик, который передает какие-то слова. То есть по мере работы наполняется визуальное повествование. Ты как будто бы погружаешься в историю, смотришь, что же там находится, что же там находится, где я что еще не видел. Конечно, на этом этапе мы можем еще не до конца определиться, как будет выглядеть окружение. Но все-таки мы по чуть-чуть, по чуть-чуть продвигаемся и понимаем, где мы находимся, где находится наш персонаж, как он взаимодействует с предметами, как он реагирует на происходящее. Как я говорил ранее, раскадровку в общем я разделяю на два этапа. То есть саму раскадровку и разлистовку. Это момент, когда я пытаюсь вот эти все кадрики расставить в рамках комиксной страницы, чтобы это выглядело более понятно и эффектно при прочтении. Но сейчас, на этом этапе, я пытаюсь не ограничивать себя в плане рисования кадров, рамок различных. То есть я пытаюсь как вижу, так и нарисовать. И также с разных точек зрения посмотреть на ситуацию или на момент. И это влияет на ширину кадра, например, на высоту кадра. И чтобы не ограничивать себя рамками страницы, я это делаю на отдельных листах. Зачем я ищу виды с разных камер? Это связано с тем, чтобы сделать истории визуально интереснее, эффектнее, но и для того, чтобы не повторяться в одном комиксе. Потому что когда рисуешь более ста кадров, не обязательно в одной сцене, попадаются похожие планы. И чтобы избежать повторений, приходится искать что-то новое, какие-то новые ходы, и чтобы зритель не скучал и чувствовал глубину эмоций, проникался к персонажу, сочувствовал и смеялся над персонажем, или вместе с персонажем там, где это необходимо. Подписывайтесь, ставьте лайки, перепосты, потому что даже один ваш клик позволяет развивать наш канал, делать его качественней и интересней. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok